Добрый день, все начинающие, практикующие, продвинутые практики и просто серьезно интересующиеся магией. Я Александр Гелилах, практикующий маг и преподаватель магии в школе магии Sphinx Vision. Мы продолжаем нашу тему «Ответы на вопросы по магии», которые мне все больше хочется заглавить как «Правильные ответы на неправильные вопросы». И сегодня у нас такой популярный вопрос «Как найти своего учителя?». Значит, вопрос «Как найти своего учителя?» очень забавен тем, что когда смотришь на представление людей об учителе, он очень напоминает вопрос многих юных дев «Как найти своего принца?». Учитель должен быть умен, мудр, бескорыстен, могуществен, мечтать о таком, как вы. То есть, ну вот, в общем, примерно вот замените слово «принца» на «учителя», разницы не будет никакой. Итак, правильный ответ. «Найти обычно никак». Вы обычно не можете найти своего учителя, просто вот пожелав найти учителя. Но вы можете желать учиться, желать общаться с реальными знающими практиками, серьёзно относиться к тому, что вы изучаете, относиться к ним с уважением и с уважением к искусству. В таком случае, скорее всего, рано или поздно, так или иначе, вы встретите кого-нибудь, кто сможет стать вашим учителем. Дальше более правильный вопрос был бы, как не ошибиться в поиске своего учителя. И здесь как раз мы можем поговорить о некоторых критериях, которые не обязательны, потому что, то есть, учителя очень разные, но которые хороши для, по крайней мере, начальные такие маркеры, чтобы, возможно, учиться у этого человека. Итак, общение с этим человеком, контакт с ним повышает у вас осознанность, вдохновение, уровень понимания и силы. Вы можете чувствовать, что в его присутствии вы больше можете. И этот человек, что очень важно, сам является примером тому, что он говорит. То есть, что он не только учит чему-то на словах, но является примером этого на деле. То есть, вы можете чувствовать присутствие этого человека, что вы ничего не знаете. Вы можете чувствовать, что то, что вы делали до того, там оказывается каким-то бредом. Но вы будете чувствовать, что вам интересно, и что каждое общение с ним вы куда-то продвигаетесь. Это может быть как очень приятно для вас, или как бы задевать ваше самолюбие. Но, тем не менее, вы будете чувствовать, что интересно, что вы все время думаете, вы в поиске, растет осознание, понимание и сила. Не обязательно, что это будет происходить сразу. Но эти маркеры хороши. Значит, если человек не является примером тому, чего он учит, если вы чувствуете, что за тем, что он говорит, стоят слова, просто пересказ другого, но не его опыт, то это подозрительно. Если человек с самого начала говорит вам, доверяйте только мне, верьте мне, а не проверяйте меня на своем опыте, не предлагает вам проверить и воплотить что-то в жизни, это подозрительно, и обычно это плохой знак. Если вы полностью не совпадаете с учителем по системе ценностей, это тоже подозрительный маркер. Конечно, система ценностей перестраивается, возможно, вы его систему ценностей не поняли, но, по крайней мере, отношения с людьми, с которыми вы чувствуете сильную ценностную несостыковку, редко сложатся. То есть для меня всегда это был уровень, человек пример тому, что он говорит, человек не старается замкнуть вас на себя, человек не держит и не окружает вас страхом, типа, если вы сейчас от меня уйдете, то все. Человек предлагает вам постоянно проверять это знание на своем опыте, это хороший знак. И, как я уже говорил, единственный способ найти учителя, это быть открытым и хотеть учиться. Тогда, рано или поздно, у вас получится. А даже если не получится сразу, вы продолжите развиваться. И тогда все равно получится. Рано или поздно. Если вам захочется узнать побольше, задать вопросы, буду рад ответить на них в ваших комментариях. Пишите, следите за новостями. На этом канале. Для этого можно просто, наверное, оформить подписку, продавать душу вовсе не обязательно. Всего волшебного.